ПАЗ-671, 671А, серия опытных автобусов к опытной компоновке с использованием агрегатов ГАЗ-5352, в серийное производство не пошли. Этапным для Павловского автобусного, стал, год 1958, когда с конвейера сошли первые 218 машин ПАЗ-652 вагонной компоновки. Как раз в этот период времени в конструкторско-экспериментальном отделе завода была разработана версия автобуса с цельнометаллическим кузовом, широко унифицированным по профилям каркаса, элементам крыши и боковин, остеклению и внутренней отделке с кузовом ПАЗ-652. После передачи в 1958 году на Курганский завод документации на пассажирский автобус ПАЗ-651, на заводе разработали несколько новых образцов капотных машин. Раньше других, в августе 1958 года, спроектировали и приступили к изготовлению опытного образца на базе шасси ГАЗ-53, получившего обозначение ПАЗ-671а. Машина разрабатывалась параллельно с новым вагонником ПАЗ-652 и прицепом ПАЗ-750, кузова этих машин были максимально унифицировали. По замыслу разработчиков автобус планировался как сельский, для дорог как с твердым покрытием, так и проселочных. Примененные в нем агрегаты автомобиля ГАЗ-53, в частности, выобразный восьмицилиндровый двигатель мощностью до 120 лошадей, позволяли увеличить нагрузочную способность почти в полтора раза. Колесная база автобуса увеличилась до 3600 миллиметров. Вес машины по сравнению с ПАЗ-651 уменьшился на 50 килограммов. Число мест для сидений осталось таким же, как и в ПАЗ-651, но за счет изменения конструкции сидений, их размещения, несколько свободнее стал проход и расстояние между сидениями. Общее число пассажиров составляло до 32 человек. Для регулирования температурного режима применили вентиляционно-отопительный агрегат, а в каркасе крыши разместили два люка для притока свежего воздуха. Боковые скаты крыши оснастили цветными иллюминаторными стеклами, защищавшими от солнечных лучей, но пропускавшими в салон больше света. Место водителя подверглось значительным изменениям, появилось кресло новой конструкции, регулируемый защитный козырек, закрепленное на вертикальных стойках перегородкой из аркстекла, отделявшее водителя от салона. Первый опытный образец вышел на заводские испытания в середине октября 1958 года. На сегодня нет точных данных о количестве изготовленных опытных ПАЗ-671-а, но известные фотографии как минимум трех таких машин, одна из которых эксплуатировалась в паре с 30-местным пассажирским прицепом ПАЗ-750, также унифицированным с ПАЗ-652. Испытания прошли успешно, и первоначально намечался запуск в серию в 1963-1964 годах, но этим планам не суждено было сбыться. В 1959 году началась разработка новой версии автобуса под рабочим названием ПАЗ-671, она представляла собой сочетание пассажирского кузова ПАЗ-651-а и опытного горьковского шасси ГАЗ-52. ПАЗ-671 проектировался в качестве служебного 20-местного автобуса. Использовать его предполагали, в основном, в сельской местности как колхозный автобус для развозки полеводческих бригад. Однако проектирование затянулось из-за неразберег с применением шасси ГАЗ-52, которое неоднократно менялось в процессе разработки. Отсутствие твердого решения по концепции кузова, где пытались соединить уже пробированные на ПАЗ-652 решения с применявшимися еще в производстве узлами цельнометаллического ПАЗ-651-а. В итоге вплотную занялись проектированием серии автобусов на базе шасси ГАЗ-52, пассажирского, автолавки и груза пассажирского. К лету 1960 года чертежи ПАЗ-671 окончательно утвердили и приступили к изготовлению первоопытного образца. К задержке его изготовления совершенно неожиданно приложил руку Горьковский автомобильный завод, долгое время отказывавший павловцам в согласовании поставки опытного шасси. Выход нашли нетривиальный, экспериментальщики ПАЗа поехали в Горький и собрали шасси своими силами. В июле 1960 года ПАЗ-671 вышел на заводские испытания. Конструкция кузова ПАЗ-671 представляла собой симбиоз накопившихся по мере опыта решений иллюминаторных крышных стекол, бывших тогда в большой моде не только на ПАЗе, применять не стали. Зато в окнах салона поставили форточки по типу ПАЗ-652. Капотная часть имела оперение грузовика ГАЗ-52А, соответственно под ним скрывался однорядный шестицилиндровый движок того же автомобиля. Цельнометаллический каркас сохранил размеры оконных проемов ПАЗ-651, короткую колесную базу, сохранилась и задняя дверь. Как последнюю дань старой модели на боковых скатах крышу установили длинные габаритные лодочки, а на задке пруд долговатые победовские стоп-сигналы. По части комфортабельности салона многое повторяло выпущенный чуть ранее образец ПАЗ-671А, отопление и вентиляцию, только в крыше имелось три люка чуть меньшего размера, чем на 671А, размещение сидений, перегородку водителя, защитный козырек и так далее. В августе 1960 года на ПАЗе был создан единственный опытный образец автолавки ПАЗ-675 на шасси автомобиля ГАЗ-52. Автолавка представляла собой комбинацию кузова автобуса ПАЗ-671 с товарно-торговым отсеком и предназначалась для развозной торговли промышленными и сухими продовольственными товарами. Также, как и у ПАЗ-659 левая сторона кузова выполнялась глухой, правая же имела окна витрины, выполненные с применением закаленного стекла. Навес на правой боковине отсутствовал. Для дополнительной защиты предусматривались съемные изнутри ставни, по усмотрению заказчика. По сравнению с ПАЗ-659 торговый отсек получил измененную конфигурацию шкафов и стола прилавка, дополнительные удобства для продавца, предусматривавшие, в том числе, люки вентиляции в крыше и отопление торгового отсека в зимнее время. Кабина водителя имела индивидуальный отопитель с возможностью отдува ветрового стекла и другие особенности, применявшиеся в кабине базового автомобиля ГАЗ-52. К октябрьским праздникам 1960 года был изготовлен второй образец ПАЗ-671. ГАЗ-испытание машина прошла, но серийного производства так и не увидела. В конце 1960 года был изготовлен в одном экземпляре грузопассажирский вариант. Грузопассажирский автобус ПАЗ-671Г на шасси автомобиля ГАЗ-52 представлял собой модификацию машины ПАЗ-671 с перепланированным салоном. Пассажирские сиденья в нем размещались вдоль бортов. Устанавливались два сиденья, пятиместное слева и шестиместное, или два трехместных, справа. При наличии 11 пассажиров предусматривалась перевозка 1500 килограммов груза, размещавшегося посередине салона. Максимальная скорость с полной нагрузкой составляла 75 километров в час. Задняя дверь оборудовалась откидной подножкой. Кроме того, погрузка-выгрузка людей могла осуществляться через правую дверь. Впоследствии все и наработки по этому семейству автобусов ПАЗовцы передали на Курганский автобусный завод. Продолжение следует...